желаю мира и пьяного просмотра с вами от скобаровский и ребят сегодня мы собираемся поехать в село поэтому я заехал к маме чтобы ее забрать ты сумочки спаковала да сынок я хотела тебе рассказать историю ты звонил бате нет конечно а он тебе не говорил ничего насчет чего вчера вечером звонит я говорю ну как там дела мы же выезжаем все там все нормально говорю а чё ты так говоришь как будто полный рот каши он говорит слушаю у нас же тут темень такая свет не включил пошел за носками темно и посередине двора он поставил пенек там сидел и по сын дюков и этот пенек оставил не надо оставлять их на ночь ты что сынок и короче он пошел за носками уже темно не видно этот пенек так до колен высокий ну да и короче он на через этот пенек и летит ласточкой вниз короче но и вверху лицом это вот туда вниз так он весь побитый он говорит что у него весь клюв разбитый короче нос разбитый и губы разбитый ну посмотрим да я не верю в эту историю он же трезвый он же не пьет сейчас понимаешь как не знаю не знаю мне он такой сказки не рассказывал здрасте а я только приехала в село ты что не помнишь там все время какие-то травмы происходят потому что бегаешь бегаешь да к нему все время звонил уже после того что случилось сейчас расскажу что говорит ты там не бегает он новую проколешь или еще что-то там же шторня вот такая еще так он мне говорит ты же там смотри аккуратно ходи аккуратно ходи какой аккуратно после дождя она собирала воды у ведра и думаю сейчас я эту воду накрою крышками поставлю под стеночку чтобы утки же не болтали и чтоб чистая вода была для питья им я короче с этим ведром подымаю ведро а там же идет возвышение такое блин как я упаду сынок как мяч на живот вот как плюхнулась короче это вот и вот одним пальцем вот этим большим на ноге и я как-то зацепилась короче так мечом бухнулась так у меня палец вот такой был я месяц ходила с бинтом хромала сначала вот тебе село гоняем как сумасшедший потом после этого батя как узнал так начал ругать меня давай не бегать раньше приду в село уже посмотрю ситуацию так в общем все я уже обулся оделся вот такая кофта эту сумку брать это сумка и комнате там три штуки выноси пока я заплетусь потому что на дашь божеский вид себя немножко погоняем и и и все ребята в общем мы уже приехали ноги засидел короче вещички будем забирать что как тяда дорога так мы что достаем вещи с багажника да там я заберу компьютер длинная дорога мама сразу с котами обниматься карасиками пахнет батя его карасиками кормил да сейчас по пакетам там же еда да что ничего страшного тоже я привез так сейчас пойдем посмотрим что там андюки выросли не выросли подросли конечно то я бы не сказал сильно не подросли но немножко больше стали он мамка видишь он последний а обжоры а а а ты кривая лапка что там с носом ну и губы накачал силиконом у меня там гусь есть запеченый соня готовила там компьютер не кидай ты бачок них носа кипа вырастала она у индюков да красивые сосульки выросли на носу а у девочек нету тут девочек всего-то пару штук две штучки только не раз два три 4 5 6 7 8 8 девочек да ну походу что там птицу 100 накрыла и котику да ты будешь кушать конечно все вот такая деревенская поляна ребят помидорчики это дыруны да да вот это рыбные рыбные с рыбкой вкусно и там еще этот гусь вчера соня запекала короче я так знаете присел она по сути его почти не ела а я так приложился хорошо вкусный сынок вот тут мясо выбирай вот это стушила я а то соня тушила да вот это тебе давай добавляй себе сам я щас вот ремушельки сделаю я тебя звала ты был занят не отвечал поэтому я думаю пока я там ребят пока разобрался то есть дорогу немного выматывает да да конечно я всегда приезжала 250 километров все-таки дает о себе знать ну что будем делать с индюками ну что резать надо конечно куда же держать батя он и так говорит что забегался уже не публичная личность папа да ложку так что вот так вот ложку или винку индюкам пришел конец в холодильник так а что с ними будем делать тушенка или что свежими заберем а там да вот смотри какой хлебчик так что вот короче индюкам сейчас исполняется пять месяцев ну почти неделю не дотянули а неделька им будет пять месяцев а по-нормальному чтобы они выросли им надо так сейчас октябрь ноябрь декабрь им надо семь с половиной месяцев это то бишь еще надо два с половиной и тогда было нормально потому что можно было не просто вы знаете до полного выращивания то добрых два с половиной месяца и тогда уже жирный хороший индюк ну сейчас будем резать такие вот какие есть худые не худые да на бульон будет конечно чего тут три месяца два месяца еще топить надо ты шо сколько за газ отдадим ну да далеко не дай бог он сейчас закрывает уже школы так что в общем ребят все будем сейчас ужинать отдыхать вечерят и да а завтра мы уже встретимся так что если вам нравится влоги то ставьте лайки подписывайтесь на канал и до следующих выпусков ребят всем пока пока пока